Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит вы выбираете отель. Сейчас я нахожусь в Египте, в Шарме, отель Ибер Пелос. И я делаю обзор на этот отель. Прилетела я с двумя детьми. Подростком, дочерью, ей 14 лет, и сыну 4,5 года. У нас в номере трое, то есть двое взрослых, дочь уже считается как взрослая, ей 13,5 лет, уже 14 почти. И ребенок, ребенку 4,5 года. В принципе, могли принести и хотели принести кровать маленькую, то есть знаете, такую как манеж. Но я попросила принести вот такую вот большую, поставили между кроватями, то есть чтобы я могла ночью его укрывать. Да, малыш, и в принципе вот вы видите то, что видите. Мне нравится, все очень комфортно, все очень уютно. Я сказала, что холодно в номере, хотя у нас солнечная сторона, и нам принесли погреватель. Вот, потому что маленький ребенок, и в принципе вечером довольно прохладно. Хотя я обязательно и вам советую взять пижаму. Если у вас маленькие детки, то пижама должна быть с длинным рукавом и со штанами. Вот, что еще? В принципе, очень все нравится, всем довольны. Это Карина, она сейчас нам покажет по поводу номеров, потому что вы часто спрашиваете, когда мы приезжаем. Мы хотим, естественно, хороший номер, но берем мы стандарт. Когда мы в Украине, мы стандарт берем. И вот Карина расскажет, что и как. Есть номера стандартные с видом на море за 12 долларов в сутки. Есть номера, которые Junior Suite, который с видом на море за 60 долларов в сутки. Есть номера, которые Exict Suite Garden Youth с видом на сад по 80 долларов в сутки. Также есть Exict Suite CV, который с видом на море за 90 долларов в сутки. Это двухкомнатный? Да, они как двухкомнатные. Размещение 2 плюс 1. И также есть Royal Suite, это самый наш большой номер, 400 долларов в сутки дополнительно. Сколько здесь комнат? Он тоже, получается, двухкомнатный. Двухкомнатный? Да. Но когда мы в Украине берем, мы берем стандарт. Если вы хотите купить стандартный номер в Украине и здесь его поменять на какой-то из свитов, на какой-то из улучшенной категории стандартный, вы просто на месте доплачиваете дополнительную сумму. Это стандартный номер улучшенный. Да, мы доплачиваем 12 долларов в сутки. Это если на месте, если вы не покупаете в Украине. Также вы можете купить у туроператора в Украине либо улучшенный стандарт, либо свит, как вам удобно. Сейчас мы идем в СПА. Здесь тоже есть бассейн, но он крытый. И здесь 16 плюс. То есть, вы сами понимаете, что с детками сюда вы не попадете. Тут никого нету. Сейчас мы попробуем водичку. Вода теплая. Ой, без подогрева. Но она такая комфортная очень. Водогрева в бассейне. Сама, это просто хамана. Да, кстати. У нас есть римская баня, то есть парная. Она чем-то похожа на хаман, но вот эти вот мраморные плиты, они не греются. То есть, там просто парная, просто много пара, скажем так. И стоимость 10 долларов с человека за час. И парная и сауна, то есть, это все вместе. Сама зона релакса, вот этот бассейн имеется в виду теплый, он подогреваемый, он бесплатный. А парная и сауна идут за дополнительным плавным 10 долларов с человека за час. Здесь только парная и сауна больше, все, я поняла. И услуги массажа, да? Ну, массаж, естественно, да. Программа, обердовая часть. Просто два ресторана основных. Один наверху, один вот здесь вот на пляже, очень симпатичный, со стеклом такой весь утром. Я наблюдаю, там даже кто-то завтракает, бывает. Завтраки, обеды, уши, ну там все есть, деток там нет, там спокойно, тихо. Ну, людей просто немного, поэтому я думала, что он не функционирует. Не функционирует, да. Все бунгало-лежаки на территории вот этих вот литваблова. Причем стопроцентная занятость, но нету вот этой толкучки, то есть очень комфортно. Хотя отель компактный и, можно сказать, даже небольшой. Да, но очень комфортный. А сколько отелей лет? Потому что пальмы такие. Девяносто шестого года отель. Еще огромный плюс то, что он в бухте. Да, здесь не ветрено, отлива, прилива воды тоже не бывает. Два ресторана а-ля-карта, один египетский, один итальянский. Божественные, божественные кребетки, божественный карпаччо, корова, божественная. Мы сейчас только пробуем, нам приносят закуски. Мы пришли в итальянский ресторан. У нас есть карпаччо. И разные-разные вкусные закусочки. На самом деле, реально, пока вкусно. Только смотрим. Дети смотрят мультики и смотрят. Мы в итальянском ресторане, много чего заказывали на самом деле. И правда, очень вкусно. Мне понравились морепродукты, довольно неплохие. И вообще, в принципе, карпаччо, все, что приносили, все было очень вкусно. Поэтому, если будете в этом отеле, итальянский ресторан, рекомендую. Сейчас нам еще десерты принесут. Карпанаро-мизона вкусная. Да, кстати, карпанаро-мизона была вкусная. И еще... Что у нас было? Рыба. Сказала про рыбу? А, рыба. Да. Рыба была, семга. Семга была вкусная, да. Просто мы нас заказывали очень много, и поэтому я слегка растерялась. Рыба заказывайте, карпанаро заказывайте, креветки. Мы пришли в египетский ресторан, он по пятницам, по пятницам поможет только, да, вот, итальянский по вторникам. И на удивление даже очень вкусно, потому что я думала, что мы сейчас попробуем и пойдем кушать. Наш нормальный ресторан, который нас кормит, вот, но очень даже неплохо. Сейчас нам приносят, и такая сервировка интересная, вот, поэтому мы тут все пробуем, египетскую кухню пробуем. Глянем, как будет дальше, но пока я ем суп, похож на гороховый, наверное, чечевичный. Вот, он довольно вкусный, да? У меня тут паста. Кунжутная паста. Да, тут много разных паст, но темно, ничего не видно, потому что такой полмрак романтический. Тебе сейчас принесут, малыш, там заказали очень много разных. Работают бесплатные закуски, стоят в холодильнике там с сэндвичем и с фруктами. Да, уже попробовали, молодцы, ребята, быстро работают. Это ресторан, который а-ля-карт египетский. Детская комната. Да, детская комната. Поведение. Респлатный. И футбол. Ой, нет, круто, здравствуйте. Так, салон красоты. Девочки, если не успели что-то сделать дома, то не беда. Ну, вот такие вот мы размножаемся. У нас же есть бесплатная лодка, которая возит на коралловый пляж. В конец бухты. Ходит она каждый час. Так как у нас ход песчаный и нету никаких коралловых рыбок, буквально пять минут, лодочка отложит в конец бухты, через час просто оттуда забирают бесплатную. И вот тут вот делают пиццу, мы уже проверили. И сейчас тоже ходит лодка, правильно? Да-да. Лесный корт, кто любит конец. Здесь у нас доктор. Доктор за дополнительную плату. Так. И у нас тут спортзал. Так что кушайте на здоровье и приходите. Сейчас покажем вам номер 33-03. Такой, как у нас, только с другим видом. Тут с видом на бассейн. А если вы с детками, то, наверное, лучше выбирать вот с той стороны, у нас вот там. А не так шумно. Ну, в принципе, я думаю, что это красиво. Это лучная стандартность. Спасибо. Это такой, как у меня, поэтому, в принципе, вот особо ничего я вам не покажу. Все то, что мы... Душ. Это на втором этаже. То есть, можно сказать, третий. Потому что... Я говорю, что считается третий, потому что, когда гости заказывают, они иногда называют... Мы идем сверху, на корт. И сразу город. Удобное расположение отеля. Вы выходите с отеля и сразу же попадаете в город. Там мечеть. И можно где погулять, вообще, поразвлечься. Это рынок, старый город. Самый дешевый детский с Торина. Это район Old Market. Old Market, старый город, да. Вот это вот реальный номер. Вот соседний сейчас будем смотреть. Такой, как у Лены. Потому что она сняли. Пожалуйста, так же ты слить с селью. С селью. Так, заходим здесь в диван. Да, уютненько так. Здесь комната. Это спальня. В лесу есть даже. Так, есть ванна. В основном везде душ. Здесь есть ванна. Вот. Здесь есть душевая кабина, да. Кому как удобно. Отдельно туалет. И самый главный вопрос. Дай вам покажу. О, тут тут еще есть терраса. И она огромная. Прям очень большая. С видом на море. Какая красота. Просто. Ростушик. И тут можно ездить на велосипеде. Просто ездить на велосипеде. Очень классно. Смотрите. Тут три окна. Вот. Поэтому, да. Номер, конечно, шикарный. И вот по соседству Лена. Когда мы заселились. Только. Еще нас не заселяли. Мы пришли к Лене. В гости. Вот. Это ее номер. И если здесь большая семья, здесь открывается вот эта вот дверь. Так. И это может быть как вообще огромный номер. Понятно. Очень хороший номер. Мне прям очень понравился. Такое шикарное. Сейкисона. Вот основной ресторан, в котором все кушают. Сейчас идет подготовка к обеду. Так как сейчас зима, но в принципе всем хочется солнышка, то страти кушать на улице. Но многие кушают и внутри. Вот. На ужин здесь готовят барбекю. Здесь за кустами, сейчас вам покажу, есть арена. Это зона, где проходят все такие какие-то мероприятия. Детская дискотека и все развлекаловки. Здесь вечерами их немного. В основном сейчас в баре, так как зима. В баре есть такой лобби-бар. Напитки там, кстати, бесплатные. Кое-какие платные, если это не местный алкоголь. А то он платный. Вот. И там караоке, просто какие-то такие концерты. Вообще, мне в отеле очень нравится. Все сделано и для взрослых, и для деток. Сейчас стопроцентная занятость отеля. И все равно, видите, очень много свободного места. То есть нет вот этой вот толпучки, которая обычно в отелях присутствует. Мне это нравится. Вот это вот первый этаж. Я его считаю нулевым, но это первый. Он идет с террасы. А так есть балконы. В любом случае, вы будете или с террасы, или с балконом. То, что у моря, это улучшенные варианты. С выходом на сад мне, к сожалению, не удалось снять вам обычный стандартный номер, потому что у нас стандартный улучшенный. И сейчас полная занятость, как я уже сказала. И мне не показали стандартный обычный, потому что они все заняты. Если я не поленюсь, я попробую подойти на рецепшн к 12, чтобы кто-то выехал. И когда убирали, я бы засняла вам, показала. Вот получается основной бар на пляже. Все быстро ребята делают, работают очень быстро. Все хорошо. Вон Данечка, кстати, приехала к нам. Там детки наши играют. Ребята играют в волейбол. Здесь есть гамаки. Территория ухоженная. В общем, все-все очень хорошо. Ван Ленчик. Руки в пояс. Мы были рядом с твоим номером. Да-да-да. Не зашли? Нет. Там убирают. О, хорошо. Вот отлично. Привет! На пляже есть детская площадка. И есть ребята, ну вот такого приблизительного, плюс минус возраста, как Димит, девчонки. И вот они тут играют, родители загорают. Очень удобно на самом деле. Сделали, видите, навес для деток. То есть они все время в тенечке. Качели. Качели много, но все хватает. Хотя полная занятость отеля. И вот, в принципе, всем все хватает. Там дальше тоже есть горка. Вот здесь есть. И также есть детская комната. Сразу тут же бар. Тут длинный-длинный пляж. Тут хватает всем лежаков. Воникулечка моя. Отдыхает. Душ. Я говорю, если не хотите в море, то хотя бы в душ. Чтобы уйти отсюда, да? Мы каждое утро идем к морю. Заграем в море, дети там играют. А потом обедаем и идем к бассейну. Бассейн с подогревом, поэтому очень прикольно. Солнышко рано садится. Уже в 4 холодно. Поэтому в полчетвертого я детей отправляюсь спать. И у меня настает мое время. Иногда я сплю сама. Иногда читаю. Иногда с Леной куда-то хожу. Или не с Леной. Но я имею в виду, что мы проводим время. Там, да, она может подъехать. Мы проводим время уже как-то, ну как, по-своему, по-девичьей. Вот. Потом вечером ужинаем и тут развлекательная программа. Но вообще очень удобно утром, хорошее такое солнышко, быть именно у моря и купаться в море. А уже когда солнышко садится, купаться в каком бассейне. У меня детвора там просто не вылазит из него. Наверное, час-полтора точно. Тут вот был, пока слава богу, все хорошо. Давай, давай. Вылазь, вылазь. Давай, 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 давай. Не надо, не будь. А предупредить. Мам, смей мне еще оттуда, что я был. Давай, снимаю. Стой, подожди. Раз, два, три. Сними, сними. Вот дети уже поужинали. Я тоже. Вот, офис. Сейчас я пройдусь, покажу вам, чем здесь кормят. Есть тогда мороженое в доступности. Так же овощи, фрукты, в общем, все, все, все. Сразу сказать, что кормят здесь хорошо. Но я вам любое ощущение покажу. Вы только ходите, мол, на дно. Ой, какой ты добрый мальчик. Что я хочу сказать. Мы сейчас специально дождались уже конца ужина, чтобы вы посмотрели. Вот конец ужина, а продукты еще есть. И подносы, и подносы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok И вот вход в море. Вот бухта. Я уже не помню, рекомендовала я или нет, но есть такое заведение, называется Сарес. В Египте много их, по-моему, в каждом районе. И вот это их фирменный суп, обязательно надо его заказать. Вот такое слое молоко, и здесь морепродукты разные, креекции, рыба, и надо выдавливать много лимона. В общем, очень-очень вкусный рекомендовала. И хочу сказать по поводу интернета. Я купила карточку 4G здесь, стоит она 20 долларов. Мне хватило на неделю с мультиками для ребенка, с интернетом, инстаграмом, сторисами и так далее. Но вот здесь вот в отеле, в лобби-баре, и по территории тоже есть интернет. Но он очень слабенький, не всегда водит. Если вы не мультики инстаграмовские, то он хватит. Но если вы же, как и я, инстаграмовский маньяк, то лучше будет купить карточку. Ну что, сегодня мы улетаем и дождь. Второй раз в жизни я вижу в Египте дождь. Первый раз я видела в 2009 году и вот в 2019. 10 лет. Раз в 10 лет, как говорится. Это так шутка, но на самом деле, да, с утра был дождь. Но все равно все хорошо, все отдыхают, даже вот там вот в бассейнах купаются. Все замечательно. Надеюсь, мой обзор вам пригодился. Если это так, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И еще, возьмите средства для комаров. Они здесь есть. Все, всем пока-пока. Все, всем пока-пока.